Илита Арксплюй Продакшн представляет Великолепный сексуальный голос Или просто говоря, голос мачо Ну что ж, мы сейчас будем играть на рейтинге 4К ММР Было в последний раз 4.500 Но, к сожалению, я слил, играя с китайцами Но это совсем другая история, не хочу их говорить Я это говорил уже на стриме Были стримы Давайте мы сейчас поиграем за дерево Возьмите Урсу или Да, ты что ж Мальчик, ты слишком быстро нажал на кнопочку Большой у нас выбор героев Но я решил делать Летсплей именно Такого героя, как Дерево Трент Чтобы сыграть и отдыхать При этом помогать своим тиммейтам Понимаете, саппортить их Помогать Удовлетворение Хе-хе-хе Что меня понесло куда-то Урсу, парень Урсу и Изи Бризи Вин Дота Для Задрота Урсу, Изи Бризи, Вин Дота Для Задрота Вы можете спросить Почему называется Донная Дота Все очень просто Потому что я днище И чтобы людям не было смысла писать комментарии Типа Фу, но ты сделал то, не то Потом То неправильно Это Прокачал неправильно Уже смысла не будут этого делать Потому что это называется Донная Дота И писать такие комментарии Будет очень глупо Вы понимаете меня А так это ничем не отличается от обычного летсплея Только мы будем играть на рейтинге И стараться победить То есть просто Поиграть меня не устраивает Запуль танго Я могу Запулить в тебя Мой Мохнатый Динозаврик Ладно Это была шутка Он не мохнатый Покупаем в орды Раз, два Танго Раз, два, три Три Два, два, три Два, 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 восемь Шесть, восемь, сорок, восемь Корень от двух И идем на лайн Я думаю у нас еще один есть саппорт Давай покупай Куру Потому что я не буду все один брать Слишком много чести в один день Ладно Труэнд Почему именно Труэнд Во-первых Мне нравится этот герой Довольно хороший герой Кура будет сегодня? Мне в принципе Кура не нужна Наш будем без Куры играть Мне все равно Довольно хороший герой Просто я решил поиграть за саппорта И мне приглянулся Труэнд Труэнтабл Его преимущество в том Что он принимает участие по всей карте То есть он может саппортить Не просто стоя возле союзника А в любой части карты То есть например я могу помогать Мидеру Кстати про помощь Мы будем помогать В первую очередь Нашим Мейн Куэрри И Мидеру И в последнюю очередь саппортом Ах ты шаппито Ну ты ша... А, они все пошли наверх Ну ладно Ой, ой, что я делаю? Меня тут запучило резко Нет, чувак Нет, у тебя не получится сегодня этого Иди отсюда, пес Не твой день Ну вот они вверху отжали Мы внизу отжали Хорошо Так Все Почему я попросил взять его Урсу? Вы можете меня спросить Все очень просто Потому что Турэн плюс Урса Равняется на ГИБ Само собой я играю соло рейтинг Это еще одно условие Донной Доты Играть соло Я вообще не люблю играть командой Потому что Если команда... Ну я имею ввиду в пати Если пати подвоют То ты их начинаешь... Ну... Не то что оскорблять Но делать им замечания Они обижаются на тебя В этом, видите, минус Сделаем потом отводик Мы знаем, что Кокерек любит ставить шипы Ну, Коги Не шипы, а Коги Немного по-другому называется Пошел сюда, пес На Видели, да? Я даже отменил атаку То есть Поднял руку И опустил ее назад Ладно, короче Вот минус на Летсплее Что я постоянно говорю Я говорю, говорю Я отвлекаюсь от игры В этом и есть отличие От того, что Когда я играю соло Ну, то есть сам по себе Без записи Поэтому на летсплее Всегда получается играть хуже Ну да... О, как медленно-то! О-о-о-ох Я же чуть не уснул Пока шел Ну хотя бы один Один крип пришел Это будет мой супер отвод Зато мы гарантированно Убьем наших крипов И не убьем Лесных Ладно В любом случае Сейчас будет ПВП у нас ПВП А, дура тупая, отстань от меня. Помогите мне, пацаны, помогите, убивает шмара. Видели, да, она половину хп мне снесла. По голове. Огромный плюс у Труэнта, да, у Труэнт. Ну, у дерева, ладно, у дерева. Это его сила атаки. Ладно, смотрим. Самое главное, смотреть за нашими тиммейтами. Ещё бывает такая тема, что промахиваешься. Хочешь кинуть армор, да, на союзника. Броню кинуть и промахиваешься. Он всё, на базу пошёл? Ладно, куплю я Куру, хотя я не должен был её покупать. Я понимаю, что я саппорт, но... А Тайт кто? Кто Фурион? Они тоже могут купить Куру, извините меня. Но, что-нибудь делаешь ради победы, как говорится. Ой, дали какой пуш пошёл. А теперь у тебя нету Когов. Это маленькая проблема. Поэтому я здесь постою, ты... Думаю, будешь не против, да? Думаю, ты будешь не против, дружок. Ну, в один удар. Ах ты, пёс! А я ещё отменил атаку. Ладно. На самом деле, нам не нужно ни фармить, ничего нам не надо делать. Нам нужно только одно. Следить за картой. Постоянно мониторить карту. И кидать броню. Ну, армор, броню. Вы понимаете, я имею тут третий скилл. Будем называть его броню. Нет, армор. Ладно, армор. Кидать армор на своих союзников. Чтобы их хилить и спасать. То есть, мы даём... Ой, зря он похилился. Ну, ладно. Мы даём им уверенность. Уверенность в своём лайне. Они будут спокойно стоять. И нагибать. А я пошёл в лесок. Скушаю пирожок. Сяду на пенёк. Осторожно. Отойду там вообще хорошо. Посмотрите на него. Так, куру я купил. Всё хорошо. Всё хорошо. Видите, двойная ситуация. С одной стороны надо делать отвод. С другой стороны нужно хилить. Всё. Хилка готова. Смотрим. Постоянно мониторим, мониторим. Давайте поможем тайду. Почему бы и нет. Говорим, что у нас... Да, тоже я вам советую говорить постоянно. Состояние армори. Третьего скилла, короче говоря. На, пёс. Такой замок. Хорошо, давай, братьюня, давай. О, хорош. Очень сильный герой. Очень. Так, проседает у нас Туск. Давайте мы ему поможем. Идём дальше на лайн. Преимущество в том, что наш мейн кэрри, во-первых, спокойно фармит. Во-вторых, видите, он больше у меня уровень получает. У него пятый, у меня третий. Это хорошо. Это хорошо. Сейчас я подхожу и быстро получаю четвертый уровень. Если я стою в харде, да, против двоих соло, то я качаю первый скилл. То есть инвиз. Тогда можно будет вообще стоять в инвизе возле деревьев и посрать будет на врагов. Да у него, в принципе, и полно хилки, но ничего страшного. Будем хилить. Да у меня тоже полно ещё маны. А если я стою как на этом лайне, да, где ничего страшного, где халява. Тем более, если мой второй скилл может помочь убить Клокверка. Ну, любого героя. О. Давай, пойдём, пойдём. Нет, братюня. Ты получишь по лицу в любом случае. Так, я ману жёг, можно побить. Ха-ха-ха. А, на покупаем тапок. Юзаем стики. И всё, теперь у нас есть мана моментально. Давай, тайдуха, давай, братюня. Живи, живи. Вот вы видите, я кинул на него армори, да? Такое непривычное слово. Кинул на него защиту, броню. Видите, и он теперь ничего не боится. Он бессмертный практически. Он бессмертен. Клокверк, ну такой средненький герой, честно. О, хорош, хорош, хорош. Давай, братюня, молодец, утипути. В принципе, вот какова задача нашего дерева, да? Это помогает тиммейтам. То есть мы как мать, понимаете? Я достаю свою сисечку, да? Сисечку оголяю, сосочек. И беру на руки своих тиммейтов. И как детишек. У-ля-ля, у-ля-ля, укачиваю, кормлю. И в итоге эти мои детишки, они должны затащить потом. Вот в чём весь смысл. А, да, отводы, чувак, чувак. Я иду делать отводы, покупаем арканы. Когда-нибудь мы купим их, я думаю. В этом тысячелетии. Ой, как опасно, 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 чувак. Можно сделать дабл отводы, трипл, четырипл, пятирипл. Но мы сделаем пока просто отводники. Ой, как ему больно, ой, как больно. У меня ещё рано, чувак, давай. Я помню про тебя. Я про тебя никогда не забуду. Никогда. Помогаем нашему тиммейту. На, пёс, он успел. На, нет, рано, рано. Да господи, ну. Это я просто притворяюсь, вы сами понимаете. На самом деле я бы добил крипов. Так, ой, тебе здесь больно, да? Тебе больно здесь. Терпи. Как говорится, хочешь жить, умей вертеться. Да, живи, живи. Видите, я кинул на него армори, да? И сразу Клокверк развернулся, понимаете? На 100 600 градусов в секунду. То есть он подумал, ой, я не смогу его убить, потому что на нём висит броня. Тайнхандер, молодец, молодец. У меня скоро будет броня. Армори. Армори. Я люблю только говорить с акцентом, вы понимаете, да? Так, ты идёшь на базу или куда? У него есть ботов, сейчас он его похилит с ботова. Да, я тебе тоже помогу, давай. Вы видите, да? Мы, тиммейты, помогаем друг другу. Мы друг друга сейвим и удовлетворяем. Да, ладно, короче. В комментариях спросят, что ты нюхал перед записью. Да-да, чё там надо? Ап. Ап, ап. Когда я куплю арканы, сраные? Хрен тебе. А, пошёл нахрен. На шею садится, мудак. Купи куру, ворды, ещё и апни. Слишком много чести, на самом деле. Здесь, на самом деле, фурион вообще не нужен. То есть вам в этой игре вообще не нужен. Без него здесь всё сделаем. Живи, братьюша. Живи. Давайте немножко пофармим. Нам нужно получать уровень. Тем более, у меня даже ультимейта нет. И мне нужны арканы. Без арканов я буду бесполезен. Мне будет не хватать маны на проказ, на ульту и так далее. Так, ты у нас нормально. Помогаем! Ещё одно преимущество, почему Дерево плюс Урса. Когда Урса идёт на Рошана, я ему помогаю. И он гарантированно, гарантированно убегает Рошана. Убегает Рошана. Убегает. Именно убегает Рошана. Понимаете? Это синоним от слова убивает. Вот всё откатилось. На, братиша. Но всё равно он пойдёт в обратную сторону. Его могут там встретить, по лицу даст. Ну, я скажу вам честно. Ну, сколько я раз играл Дерево плюс Урса? Ну, раз пять, наверное, за последнее время. И там была безвариантная победа. Ну, честно. Потому что, ну, Урса, я говорю. Урса просто не убиваем практически по дереву. Ну, по третьим скиллам, я имею в виду. Почти не убиваем. Он может наглеть и так далее. Покупаем арканы. И теперь я могу апнуть для тебя Куру. Несостоявшийся человек в этой жизни. Давай, на, подавись. Пикнул Фуриона, который вообще бесполезен. Так. И я ещё его сейвить должен. Вы прикиньте? Ну, ладно, ладно. Пускай. Вы видите, да? А кто его засейвил? Кто его? Покажите пальчиком. Вы видите? И всё, у него бомбанул пукан. Он понимает, что он ничего сделать не может. А всё дело в умиротворении. И в удовлетворении. Ладно, короче. Я не думаю, что будет настолько лёгкая игра. Хотя, ещё не конец игры. Знаете, так плохо говорить. Лёгкая, нелёгкая игра. Обычно, когда так говоришь, наоборот, всё происходит. А, я же забыл. Это Донная Дота. Да, точно. Ладно, всё, я молчу. Так, кидаем на Урсу. Пускай он чувствует свою неуязвимость. Ну, что он сразу... О, да, он ещё не видел китайцев. О, чувак. Иди поиграй с китайцами. Иди поиграй. О, ты многое узнаешь. Ты узнаешь, что китайцы самые худшие игроки в Доту. Меня могут спросить, подожди. А ведь китайские команды первые места занимают. Ну, не первые места, там топ-3. Да. А я могу сказать, почему. Не потому, что они суперпрофессионалы. Нет, 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 нет. А потому, что их больше. Вы меня понимаете, да? Опять зарешало... Тихо, тихо. Опять зарешало их численность. То есть, например, если мы возьмём группы людей по 10 человек и разделим. И в каждой группе будет один лучший. Да ты чё, мразь? Ты обосралась, что ли? Ой, 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 ой. Убивают. Help me. Help me. Нет, живи. Как же мне больно, это пуканует. Как больно моё очко. Ладно. Меня оскорбили. Ну, смотрите на это. Просто куски. Ну, в любом случае, я сделал весь проказ, который я мог сделать. Ничего страшного. Ну, убили дерево, да. Насчёт убийства дерева. Я могу сказать так, что можно умирать, но очень редко. В первую очередь, если есть выбор отдать себя или союзника, нужно отдавать себя. У меня в основном статы за дерево 2-3. Вот такая вот стата 2-3. Два убийства, три смерти. И там помощи штук 10-15. Что у нас здесь про... Ой! А, знаете, бывает такая тема, что я промахиваюсь хилкой. Ну, такое бывает. Ну, как же мы сделаем вот так? Да, господи, что происходит? Вот так вот и вот так. Особенно, знаете, когда играю в Phantom Lancer, это вообще жопа. Капец, стата 15-1. Я не думаю, что летсплей мой первый за последнее время будет такой. Но! Вы хотели летсплей, я делаю. Что, у меня теперь нет? Запись, заново начинать? А знаете, что самое страшное? Когда ты заново начинаешь записи, говори то же самое. Это полный маразм. Ты чувствуешь себя больным, просто психически больным человеком. Поэтому я никогда так не делаю. Если я делаю летсплей, то я один раз записываю, и все. Не получилось. Ну, например, там кто-нибудь левает, то я уже потом не хочу записывать. Реально, вы прикидете? Ты делаешь летсплей, и, короче... И, это... У тебя не получается, там... Ты записываешь минут 10-15. Че надо? Хватит мигать, мудаки. Еще раз говорю, я не качаю инвиз только по одной причине. Пока он здесь не нужен. А обычно, если я стою против дабл, там, лайна, или мне сложно, я понимаю, что меня могут убить, я качаю им, это... На максимум... Не на максимум, но до второго скилла. Инвиз. Еще я инвиз качаю, когда у меня есть гем. Гем я покупаю всегда абсолютно после аркан, если есть враги в тиме. Ну, инвизоры. Так, как правильно пишется мы по-английски we? Что я забыл. Нет. Надо глянуть, это очень важно. Я хочу написать этот комментарий. Сейчас, секундочку. Сейчас. Google Translation. Да господи. We. Все правильно. Так. We win. А опять. International 5. Лель. Ладно, короче, пойдемте сейчас, мы найдем быстренько. Магазин и купим ТП. Видите, меня уже начинает оскорблять. Неудовлетворенные чувства. И вся игра. Ну, почему на топе? А кто на топе? А не Тайдона Фидели, мальчик. А почему это вообще Тайдон? Мне кажется, Тайдон ничего не сделал. Мне кажется, и в первую очередь Урса выиграл. А, не было бы Деева. Ну вот, это уже я понимаю. Не было бы Деева, ты бы делал Соса Пашвешвили. И не поднимаясь. Каждый игрок такой комментарий пишет, когда я пикаю дерево. Ладно. Хватит пафоса. Я забыл, что это Донная Дота. Куру, которую купил я, и ап, и ворды, и всю жизнь я, все, я. Ладно, все. Хватит, короче, угорать. Такие наркоманские комментарии. Мне просто немножко настроение поднялось на пару секунд. Кстати, у Зевса довольно хороший минрейт у самого героя. Поэтому то, что он проиграл, это его вина. Вот если бы было бы так, чтобы союзники брали Урсу каждую игру, я бы пикал каждую игру дерево. Все очень просто. И побеждали. Дальше я собираю ему урну обязательно. Потому что, знаете, минус дерева в том, что он в замесе мало дамаги вносит. Ульта вообще дамагу не вносит. Я вам открою секрет. Он просто станет. Забава, да? Станет ради забавы. Эй, эй, прыщ, прыщ. Абосаш, я иду за тобой. О, 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 как больно. Ну-ка ко мне, ко мне. Высосал. Просто из него высосал все, что можно. Поэтому, видите, я собираю урну, чтобы хоть какой-то дамаг проносить. Ну, вот так же можно союзников похилить. И так далее. Заметьте, про Урсу написал я вначале. То есть, все, в принципе, прошло по плану. Что, пойдемте обосым их по фасту? Ну, пойдем, пойдем. А-а-а, умрите, умрите, все умрите. Ладно, вот такой вот у нас был. Let's play. Я скажу честно, если вы думаете, что такие игры все легкие, нет. Наоборот. Но сейчас на 4К гораздо сложнее, чем было раньше. Но легче, чем на 5К немножечко. Короче, такая игра у меня, наверное, в последний раз была, может быть, игр 50 назад. Обычно игры очень тяжелые. Может быть, это совпадение, то, что мы сняли летсплей. Или просто... Нет, это не совпадение. Просто человек пикнул Урсу. Все. Даже бы, если враги хоть что-то могли, да, если бы они выиграли сложный лайн наш. Все равно бы Урса, скорее всего, победила. Ну, в любом случае, спасибо за просмотр. Всегда делайте самоудовлетворение, чтобы быть в хорошем настроении. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал. Субтитры сделал DimaTorzok